В Якутске открылась первая международная бисерная выставка-конкурс. Ее проводят в целях показа достижений в области бисерного шитья и популяризации современного бисерного творчества. Сияние бисера оценила Александра Охлопкова. Плетение, вязание и вышивание бисером – лишь малая часть техник, представленных на выставке. 42 мастера выставили свои работы, в их числе большое количество украшений и аксессуаров. Мы как-то, видимо, ближе все-таки к Европе, а у вас это что-то такое совершенно нереальное, потрясающее, очень интересное. Использование бисера в народном рукоделии проделало огромный исторический путь. Бисерное искусство достаточно сложное, требует много терпения и труда от мастера. У Валерии Махначевской на изготовление комплекта ушел примерно год. Я бы не сказала, что это мода. Это больше, чем мода. Потому что я считаю, что женщины нашли свое удовлетворение в этом. Они занимаются, когда бисером, то очень отдыхают хорошо, а кроме этого содержательно. «Времен связующие нити» – такое название выставки выбрано не случайно. Выставка объединила исторические и культурные традиции народов мира с современными тенденциями моды и искусства. Участники получили полную свободу выбора и смешения стилей. То, что люди стараются сохранить традиции, передают из поколения в поколение вот эту тягу и любовь к национальному, и прекрасно соединяют современность и прошлое – это бесценно, ребята. Это здорово, это просто достойно уважения. Все бы так, вот так скажу, есть на что равняться людям с Запада. Мы планируем после окончания конкурса опубликовать репортаж и продолжить публикации. Очень позитивный опыт. И вот эта тема «Времен связующие нити» – она очень интересна и очень важна на сегодняшний день, я считаю, потому что это дает возможность молодежи увидеть традиции. Но в то же время работы, которые здесь представлены, как на мой взгляд, они с учетом и традиций, и древнейших, и в то же время с учетом современных веений, современных материалов. В рамках мероприятия проходит конкурс на приз зрительских симпатий. Проголосовать за понравившуюся работу можно, посетив выставку до 23 июня в Доме дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Александра Хлопкова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.